Привет, капитаны! Суспели FW Channel, канал, где изучают корабли. Пан-азиатский премиум крейсер девятого уровня Мэн Чун. Что-то среднее между Эгиром и Азумой. Еще и с увеличением дальности хода торпед до 12 км. От Эгира у него корпус, ну а конечности 25 мм вместо 27 мм. А еще ПМК стандартной о неувеличенной дальности и чуть-чуть покороче ГАП. От Азумы у него схожие снаряды главного калибра и точность. Что же касается торпед, то они идут не на 6 км, а на 12 км и при этом глубоководные, то есть поражают только крейсеры, линкоры и авианосцы. И на первый взгляд такая концепция выглядит довольно интересно. Потому что маскировка крейсера 11,9, а это значит, что торпеды можно бросать уже не только в клинче, как на Эгире, но даже из инвиза и в целом ряде других ситуаций на отходе. Что же касается таких недостатков по сравнению с Эгиром, как о конечности 25 вместо 27, то я не сказал бы, что это прям критично. Не так много линкоров и фугасоплюек, которые не пробивали Эгира в оконечности, получают возможность пробивать туда Мэнчуна. Так бронебойками 25 мм пробивает калибр 357 и выше, а 27 мм – 386 и выше. То есть, например, Бисмарк Эгира в нос или корму не пробивает, а Мэнчун уже будет пробивать. Так же, как Бургунь и так далее. Что же касается дальности ПМК, то это, как по мне, еще меньшая потеря на практике. Так как Эгир от ПМК особо и не игрался, ведь для этого ему не хватает живучести или дымов полного хода. Сокращение дистанции работы ГАПа с 6 км до 5,5 тоже мелочи. Лично я на Эгире с удовольствием променял бы все это на увеличение дальности торпед до 12 км, так как это дает новые тактики и больше удовольствия от игры. Хотя при этом надо понимать, что в торпедный крейсер Мэнчун все равно не превращается. Торпеды остаются все еще ситуативным вооружением, которое будет применяться не каждый бой. А что будет заметно при каждом выстреле, так это разница в параметрах орудий главного калибра. Во-первых, орудия Мэнчун чуть поточнее. Сигма у них одинаковая, 2,05. А вот максимальное рассеивание у Мэнчун на дистанции 18,5-177 метров, а у Эгира на точно такой же дистанции 189. На практике не сказал бы, что это прям ощутимая разница, но тем не менее она есть. Но еще больше различий в уроне снарядов. У Мэнчуна японские более мощные фугасы. И поначалу это было прям вообще круто. Но потом перед релизом Мэнчуну увеличили время перезарядки на секунду. Вот наглядная таблица сравнения ДПМ Мэнчуна, Эгира и Азумы, за которую не забываем ставить лайк, потому что она рассеивает все вопросы. И мы видим, что по сравнению с Эгиром у Мэнчун выше ДПМ на фугасах на 15%, при этом еще и на 2% выше шанс пожара. Зато на бронебойках Азиат слабее на 12%. Но при этом не забываем, что у Азиата чуть лучше точность. Поэтому в общем и целом главный калибр у него чуть получше Эгира, так как фугасы мощнее и лучше поджигают, а бронебойки слабее только на 12%, что за счет разницы в точности дает еще меньшую итоговую разницу. Эгир будет лучше по главному калибру только если вы играете почти все время на бронебойках, что на мой взгляд в современных реалиях игры не актуально. Сегодня для эффективного результата снаряды надо чередовать, и на фугасы приходится немалый процент даже на Эгири. А вот до Азумы по ДПМ новинка, как видим, все равно не дотягивает. Японский крейсер лучше как по фугасам, так и по бронебойкам. Но зато у него не такой прочный корпус и нет торпед. Зато есть быстрая хилка. Поэтому я хочу подчеркнуть, что для тактики настрела урона издалека Азума все еще гораздо лучше. 23% разница в ДПМ на фугасах это серьезно. Плюс у нее выше дальность стрельбы. Так что если вам нужен премиум крейсер для комфортного набива домашки с дистанции, то лучше взять бесплатную, то есть доступную за уголь Азум. Эгир и Мэн Чун имеет брать, если вам хочется более агрессивной игры на более коротких дистанциях. Но Эгир у нас за уголь, то есть тоже бесплатный. А Мэн Чун требует денежных затрат. И спрашивается, ради чего? После нескольких сыгранных боев могу сказать, что Мэн Чун все-таки чуть-чуть лучше Эгира. В первую очередь за счет дальности хода торпед 12 км, что дает больше интереса. Ну и главный калибр набивает немного больше урона. Однако это уже не сказать, чтобы прям ощущалось. Также на Мэн Чуна можно взять китайского уникального командира Саджэн Бина, у которого вот такой талантик есть подходящий. За полтора миллиона потенциального урона чуть быстрее будет перезаряжаться снаряжение корабля. Из серии мелочь, а приятно. Также на корабле особый камуфляжек, вот такой. В общем, в целом мне Мэн Чун нравится чуть больше Эгира. Но вот стоит ли за это чуть отдавать реальные деньги, это уже решать вам. Лично я бы не стал. Потому что по сравнению с Эгиром крейсер не настолько выделяется. Чего не скажешь о Бен Ма. Эсминцы, который мне неожиданно понравился. И вот такую штучку мне даже захотелось купить. Об этом поговорим в отдельном видео на Бусте. Не пропустите. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжин. Буря-буря небо кроет. Грихли снежные крутя. То, как зверь она забоет. То заплачет, как дитя. То по кровле обветжавый. Вдруг соломой зашумит. То, как путник заползналы. К нам в окошко застучит.